Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем небольшой обзорчик и распаков на такой лазерный гравер от компании Ортур. Модель называется Лазер Мастер 2. Модель довольно-таки новая и в интернете совсем мало обзоров на данную модель. Мы сегодня с вами распакуем, соберем и попробуем в работе. Я брал самую мощную модель. Здесь идет лазер на 20 Вт, поэтому попробуем в работе и также попробуем разрезать фанерку. Ну и давайте приступать к распаковочке. Всем приятного просмотра. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 как видим чуть прижоги на самой заготовки тоже есть немножко сажу ну в принципе терпимо 4 миллиметра как вы видели справился лазер недавно делал органайзер себе на французские планки сейчас попробуем сделать гравировку здесь скорость поставил 800 мощность 200 и так прошли один раз мощность оказалось очень мало я поставил 200 сейчас поставил 400 скорость также 800 попробуем еще раз но сейчас уже лучше как мы видим уже буквы все видно нормально то есть да да скорость даже возможные 200 хватит он вернее мощность только скорость нужно будет уменьшать я скорость оставил прежнюю но мощность прибавил сделал 400 как вы видите уже все буква все нормально видно данный эмблема гравируется в районе двух минут вот подходит концу гравировка обязательно нужно пользоваться очками ни в коем случае без очков не работать с лазером так больше у нас получилось выглядит конечно шикарно есть меня еще вот такое лезвие канцелярского ножа от большого сейчас обычным черным маркером закрасим и попробуем нанести гравировку на металл сделаем какой-нибудь небольшой узор даже возможно звездочку и так настроил лазер скорость поставил 400 мощность 1000 один проход так как мы видим звездочка стираем маркер и так вот какая гравировка получился на металле даже очень прикольно конечно не ожидал что так получится если ставить скорость меньше то еще насыщеннее будет гравировка ну и фокус чуть-чуть ведь не настроил до конца потому что по этой оси идет шире линия по этой оси уже но в принципе качество конечно хорошие так ну и попробуем на стекле что-нибудь сейчас я маркерам может чуть побольше ту же самую звезду но только размером побольше так давайте попробуем скорость поставила 400 мощность 1000 также звезду гравируем так вот что у нас получилось сейчас подставлю вот наша гравировка в принципе тоже если поиграть с настройками то в принципе можно еще даже улучшить гравировку ну и давайте подведем итоги сегодняшней работы сегодня мы с вами собрали лазерный гравер от компании артур лазер мастер 2 площадь гравировки у данного гравера составляет 400 на 445 миллиметров это довольно большая площадь что касается сборки собирается лазер очень быстро то есть буквально он половина уже собранный приходит нам остается собрать рамку закрутить буквально 10 винтов и все наши гравер готов к работе так из минусов что хотелось бы сказать это то что не было флешки а все приходилось скачивает вот с этого qr-кода то есть на дропбоксе находилась папка где уже был весов драйвер а что касается программа программ грб лазера то есть я про нее рассказывать не стал потому что я думаю это легче зайти допустим на какой-то сайт где уже люди специально снимают данную программу все про нее рассказывать там уже можно детально все это изучить но никаких сложностей у вас и не возникнет из минусов еще хотелось бы сказать то что здесь нельзя использовать флешку то есть гравер у вас должен быть постоянно подключен либо к ноутбуку либо компьютеру то есть если у вас 3d принтер вы скинули на флешку файл в любое место пришли в мастерскую установили 3d шник и все он вас пошел а здесь же нет здесь должен через кабель быть подключен к компьютеру но опять же допустим дома гравировать на нем особенно если крезать по контуру вы конечно не сможете потому что дыма будет очень-очень много люди делают специальные храба делают вытяжку и уже только после этого начинают заниматься гравировкой или резкой опять же хотел сказать что принтер мне понравился был дает и была до этого модель там лазер стоял на 7 ватт ну как всегда 7 ватт на самом деле там намного меньше было и вот такую фанеру как сегодня мы резали 4 миллиметра я там за 20 проходов не мог ее прорезать сегодня мы буквально за 8 проходов ее прорезали но опять же если добавить воздух то следовательно уже не за 8 проходов буквально там допустим за 5 проходов можем можем прорезать эту фанеру в дальнейшем я тоже конечно это попробую на этом будем заканчивать еще раз повторюсь сегодня мы с вами сделали гравировку на дереве на металле на стекле полностью меня станочек устраивает ссылочку я оставлю внизу под описанием кому будет интересно может пройти посмотреть на этом будем прощаться всем пока до новых встреч до новых встреч